Здравствуйте! История Осирия расширения 911-627 год до н.э. Осирия снова начала расширяться с возвышением Адатни Рари II век 911 году до н.э. Он очистил арамейцев и другие племенные народы от границ Осирии и начал расширяться во всех направлениях в Анатолию, Древний Иран, Левант и Вавилонию. Ашур насерпал 2,883-859 гг. До н.э. быстро продолжил эту экспансию, покорив большую часть Леванта на западе, недавно прибывших персов и медийцев на восток, аннексировав центральную Месопотамию от Вавилона на юге и расширившись вглубь Малой Азии на север. Точка он перенес столицу из Ашура в Калху, Калах, Нимрут, и провел впечатляющие строительные работы по всей Осирии. Салмонасар 3, 859-824 гг. До н.э. еще больше расширило осирийское могущество, покарив предгорье Кавказа, Израиля и Арам Дамаск, и подчинив себе Персия и Арабы, которые жили к югу от Месопотамии, а также изгнали египтян из Ханана. Именно во время правления Салмонасара 3 Арабы и Хальдеи впервые попали на странице письменной истории. Немногое дальнейшее расширение имело место при Шамше Ададеве и его преемнике, королеве регента Семирамиде. Однако, когда Адад Нерари 3, 811-783 гг. До н.э. достиг совершеннолетия, он взял бразды правления у материи и начал безжалостную кампанию завоеванием, покорили арамейцев, финикийцев, филистимлин, израильтян, неохетов и эдамитян, персов, медян и маннейцев, проникнув до Каспийского моря. Он вторгся и покорил Вавилонию, а затем переселенцы хальдейских и сутейнских племен поселились в юго-восточной Месопотамии, которую он завоевал и превратил в вассальную зависимость. После правления Адад Нерари 3 Асирия вступила в период нестабильности и упадка, потеряв контроль над большей частью своих вассальных и починенных территорий к середине восьми века до нашей эры, вплоть до правления Теглад Пелесара 3, 745-727 ГГДН. Он создал первую в мире профессиональную армию, вел имперский арамейский язык как лингва франка Ассирии и ее обширной империей и радикально реорганизовал империю. Теглад Пелесар 3 завоевал до восточного Средиземноморья, в результате чего греки Кипра, Финики, Иудеи, Филистии, Саммарии и все араме под контролем Ассирии. Не удовлетворившись простым удержанием Вавилонии в вассальной зависимости, Теглад Пелесар сверг ее царя и короновал себя царем Вавилона. Имперские, экономические, политические, военные и административные реформы Теглад Пелесара 3 должны были доказать план будущих империй, таких как империи персов, греков, римлян, карфагенин, византийцев, арабов и турок. Салмана Сарве правил недолго, но снова изгнал египтян из южного Ханауна, где они разжигали восстание против Ассирии. Саргон-2 быстро взял Саммарию, фактически покончив с Северным царством Израиля и уведя 27 тысяч человек в плен в Израильскую диаспору. Он был вынужден вести войну, чтобы изгнать скифов и кемерийцев, которые пытались вторгнуться в вассальные государства Ассирии, Персию и Мидию. В Ниахетские государства Северной Сирии были покорены, а также Киликии, Лидия и Кагена. Кинг Мидас из Фрегия, опасаясь ассирийского могущества, протянула ему руку дружбы. Элам был побежден, а Вавилония и Хальдея были отвоеваны. Он создал новую столицу под названием Дур-Шар-Укен. Его сменил его сын Синахириб, который перенес столицу в Ниневию и заставил депортированные народы работать над улучшением системы ирригационных каналов Ниневии. Ниневия превратилась в самый большой город в мире в то время. Ассархаддон восстановил Вавилон, наложил вассальный договор на своих персидских, медянских и парфянских подданных и еще раз победил скифов и кемерийцев. Устав от вмешательства Египта в Ассирийскую империю, Ассархаддон решил завоевать Египет. В 671 году до н.э. он пересек Синайскую пустыню и быстро вторгся в разделенный Египет. Он изгнал иностранных нубийских, кушетских правителей, уничтожив в процессе кушетскую империю. Ассархаддон объявил себя царем Египта, Ливии и Куша. Ассархаддон разместил небольшую армию в Северном Египте и описывает, как, всех эфиопов, читая нубийцев, кушетов, я депортировал из Египта, не оставив ни одного, чтобы воздать мне дань уважения его имени. При Ашурбан-Непале, 669-627 до н.э., необычайно хорошо образованном для своего времени царе, который мог говорить, читать и писать на шумерском, аккадском и арамейском языках, Ассирийское господство простиралось от Кавказских гор, современной Армении, Грузии и Азербайджан, на севере до Нубия и Аравии на юге, и от Восточного Средиземноморья, Ливии, Египта, Кипра и Антиохии на западе до Персии, Кисии и Каспийского моря на востоке. Жестокая кампания Ашурбан-Непала против Элама в 647 году до н.э. записана в этом рельефе разрушение города Хаману. Конечном итоге Ассирия завоевала Вавилонию, Хальдею, Элам, Мидию, Персию, Урарту, Армения, Финикию, Арамею, Сирию, Фригию, Ниахетские государства, Хуридские земли, Аравию, Гутюм, Израиль, Иудею, Самару, Моав, Эдам, Кардуан, Киликия, Манья и Кипр, и побеждены и, или взысканы дань со Скифии, Кемерии, Лидии, Нубии, Эфиопии и других. На пике своего развития империя охватывала все современные государства, Ирак, Сирию, Египет, Ливан, Израиль, Иорданию, Кувейт, Бахлийн и Кипр, а также обширные территории Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Судана, Ливии, Армении, Грузии и Азербайджан. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.